ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это хранилось в шумерских источниках. Здесь говорится о стране Арата как о месте спасения. Тот же сюжет приводится и в Библии, где эквивалентом Араты выступает Арарат. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Вода же постепенно возвращалась с земли. И стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег на горах Араратских. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Араратские горы. Страна Арарата – Араратское царство. Под этими названиями представляется в Библии Армения – Страна спасения и возрождения человечества. При этом, если в книге Бытия о ней упоминается в историях о создании мира и всемирном потопе, то в остальных книгах Библии она упоминается в контексте событий, происходивших в VII-VI веках до рождения Христова. В Библии Армения под названием Арарат впервые упоминается в книге Бытия, в истории о всемирном потопе. Затем об Араратской стране говорится в трех библейских главах в связи с событиями, относящимися к 681 году до Рождества Христова, когда сыновья сирийского царя Синахириба убили своего отца и бежали в Арарат Армению. А в третий раз об Армении упоминается в пророчестве Еремии. В 590 году до Рождества Христова пророк Еремия на помощь против неверного Вавилона призывает великие и могущественные государства Севера, среди которых Араратское царство. В клинописи Месопотамии было очень распространено чередование гласных А, У. Именно поэтому топоним Арарат в ассирийских и вавилонских клинописях присутствует в варианте Урарту. Протоформа топонима Арарат Аррата упоминается еще в шумерских источниках в связи с событиями 28-27 веков до Рождества Христова. Аррата в шумерских источниках выступает точно в такой же роли, как и Арарат в Библии – место спасения человечества после потопа. Аррата в шумерских источниках – Урарту, в ассиро-вавилонских источниках и библейский Арарат – это древнейшие названия Армении в письменных источниках различных народов. В середине XX века в древнем поселении Кумран в Палестине были обнаружены самые ранние тексты библейских книг, которые также подтвердили, что Урарту – это измененный вариант Арарата, где произошло чередование гласных. В них топонин Арарат представлен промежуточной формой Урарат. Чередование гласных в формах Арарат-Урарат-Урарту стало очевидным. Под названием Урарту Армения упоминается также на древнейшей карте мира, которая была создана в Вавилонии и датируется первой половиной первого тысячелетия до Рождества Христова. Оригинал карты хранится в Британском музее в Лондоне. Это круг, в котором представлен мир. Это вода, окружающая мир. А эти кружки – древнейшие главные города в Ираке. В частности, это обозначение – Урарту – упоминается в вавилонской клинописи. В вавилонских, а особенно в ассирийских клинописных текстах, Армения упоминается под названием Урарту. Это находящееся к северу от Месопотамии важное царство под названием Урарту, с которым у Ассирии были разные отношения, в том числе и войны. Однако вавилоняне в этот период произносили его как Урарту, с несколько измененным произношением. Урарту – это вариант прочтения названия Урарту. Клинописными знаками оно пишется следующим образом. Под названием Арарат, Армения предстает и в Библии, и позднее в христианской литературе. В честь библейских гор Арарат армяне и сегодня с любовью называют свою родину Араратской страной. Однако в современной науке под названием Урарту подразумевают только одно из древнейших армянских царств, созданное у озера Ван в IX-VII веках до Рождества Христова, и включающее в себя все армянское Нагорье, а также несколько прилегающих регионов. Столицей царства был Тушпаван, в честь которой ученые часто называют его Ванским царством. Под названием Урарту Армения упоминается примерно за 50 лет до основания столицы Тушпаван, в 880-х годах до Рождества Христова, а также спустя несколько веков после падения Ванского царства, до 360-х годов до Рождества Христова, в надписях, сделанных на Вавилонском. Примером может служить известная бихистуанская надпись, в которой описываются события 520-х годов до Рождества Христова. В той части трехязычной надписи, которая была сделана на персидском, Армения называется Армина, на Иламском – Харминоя. Оба названия являются формами названия Армения, а в Вавилонской части используется название Урарту. Последний раз Армения упоминается под названием Урарту в надписях охименицкого царя Артаксеркса II, который правил до 360-го года до Рождества Христова. Фактически, Урарту, как древнее название Армении, использовалось в источниках древнего мира в течение 500 лет, с 880-го по 360-й годы до Рождества Христова. И только половина этого периода относится к эпохе Ванского царства. Однако, поскольку в современной науке принято называть Урарту именно Ванское царство, мы также будем использовать термины Урарту и Урартийцы с хронологической точки зрения относительно Армении в период Ванского царства, IX-VII веков до Рождества Христова. Всякое государство создается на определенной территории под воздействием внутренних и внешних факторов. Когда, на каких основах и на какой территории возникло Ванское царство или царство Арарату-Рарту. Начиная с позднего бронзового века, то есть с середины II-го тысячелетия до Рождества Христова, начинают формироваться крупные государственные объединения. И Урарское государство является дальнейшим развитием этих государственных объединений. Вот если мы, например, возьмем ранний Железный век, период с 1200-го по 900-й годы до Рождества Христова, то во всем Армянском Нагорье превалирует единая культурная среда. В такую древнюю эпоху, как II-е тысячелетие до Рождества Христова, не было развитых средств коммуникации. И не было единого государства, которое объединило бы все Армянское Нагорье. Таким образом, наличие единой культуры во всем Нагорье может объясняться родственными и духовными связями тех, кто создал эту культуру. В начале первого тысячелетия возникает Урардское государство. Естественно, оно должно было возникнуть в результате тех процессов, которые протекали именно во II тысячелетии. И в этом смысле очень интересно, что та система населенных пунктов, которая появилась во II тысячелетии, нашла свое отражение также и в Урардской системе. Это свидетельствует о том, что урардская государственность на самом деле сформировалась в глубинах культур Армянского Нагорья, Бронзового и Железного веков. В конце II и начале I тысячелетия до Рождества Христова нападения Сирии на Армянское Нагорье участились. Это побуждает княжество Нагорья объединиться против общего врага. На Армянском Нагорье существовало три крупных объединения. Центральные и северо-восточные районы объединились вокруг Араратского региона, откуда и пошло название Арарату-Рарту. На северо-западе было княжество Диаухи-Тайк, а на юге, вокруг озера Ван, все могущественнее становилось Наири, которое объединило южные районы Армении. Все они воспринимались о Сирии как одно и то же государство, и в клинописях часто их называли одним именем. С XIII по IX века до Рождества Христова в ассирийских источниках Армянское Нагорье выступает под общим названием Наири. Однако, начиная с 860-х годов до Рождества Христова, ассирийцы начали употреблять название Урарту для обозначения Нагорье на севере, что связано с возросшим могуществом царя Араратского региона Арама. В дальнейшем, когда цари Туш-Павана стали править на территории всего Армянского Нагорья, их государство ассирийские летописцы также называли Урарту, потому что, как мы уже отмечали, родственные государственные образования Нагорья воспринимались ассирии как одно и то же государство, и для их обозначения использовали одно общее название. В ассирийских источниках 860-х-840-х годов до Рождества Христова Араме Урартский упоминается три раза. Судя по фактам, он объединил большую часть Нагорья. Среди войн, которые он вел против Ассирии, достойн упоминания один эпизод, когда Араме, имея многочисленное войско, не оказывает сопротивления в Стольном Граде, а отступает в горы. В результате последующих действий ассирийский царь Салманасар III был вынужден вернуться обратно домой, и это показывает, что благодаря своеобразной тактике Араме добился победы. Оставить столицу, главный город страны, врагу и отступить, то есть осуществить стратегическое отступление, было таким новшеством, которое в дальнейшем, в течение долгого времени, военачальники не осмеливались использовать. А в военное искусство оно вошло только после того, как войска под командованием Михаила Кутузова отступили и сдали Москву, когда в военном искусстве был наглядно проиллюстрирован принцип, согласно которому важна не столица, важны не земли, а важна армия, которая сможет отвоевать потерянные земли. Часть из следователей отождествляют Араме Урарцкого, справившим в Араратской долине Айкским Арамом, упоминаемым историком V века, отцом армянской историографии Мавсесом Харинацы. Он героически противостоял и выдворил осирийские войска из своей страны. Есть также исследователи, считающие, что у Мавсеса Харинацы объединены несколько царей, правивших в третьем-первом тысячелетиях до Рождества Христова, чье имя было Арам, в том числе Араме Урарцкий. Будучи трудолюбивым человеком и патриотом, он предпочитал умереть за родину, чем видеть, как чужие племена нарушают границы его родины. По завершении битвы против пришедших с востока Арам движется в направлении Ассирии, и там также находит одного из тех, кто вторгся на его родину. Звали его Баршам. Арам, вступив с ним в битву, заставляет его отступить через Кордук до Ассирийской степи. В 830-х годах до Рождества Христова начинается усиление Южного Царства – Наири, которое постепенно распространяет свою власть от бассейна озера Ван на все Нагорье. Поскольку ассирийские, вавилонские и древнееврейские летописцы знали Армению под общим названием Арарату-Рарту, они продолжили также называть набирающее силу Ванское Царство, или Наири. Правители Вана в своих надписях называют собственную страну Наири или Биайна. Наири было старым традиционным названием, а название Биайна связывается с названием Ван, поскольку в клинописи нет звука В, страна Вана называется Биайна. В 830-х годах до Рождества Христова Сартурий I основал на восточном берегу озера Ван столицу Тушпаван. На возвышающейся над берегом озера огромной естественной скале он построил крепость с высокими стенами и мощными башнями, которой суждено было стать столицей не простого царства, а огромной державы.